Приветствую, дорогие зрители! Тут глупого орка, наверное, уже никто не помнит, так что представлюсь заново. Меня зовут Бубу, и я несколько лет играю на Роффи в основную версию линейки, а также веду по ней канал на Ютюбе. В этом мне помогают мерзкий эльф... Если спросят, то я буду всё отрицать. ЕМЧР 1 Люблю хозяина, ведь так отмечено в моих настройках. Наверное, вы видели рекламу эссенции классики у орка под кастера или на стоп-гейм. Вдобавок, иного платят крупным стримерам типа Мэдисона, чтобы они играли в данные версии линейки. Но несмотря на весь пиар и карантикулы, серверы эссенции классики по вечерам загружены чуть больше, чем наполовину. В то время как на мейне, получившей никакой рекламы, наблюдались километровые очереди. Так что открытие нового сервера основной версии игры было продиктовано не неуёмной жадностью, как в случае с классикой о необходимостью. Хотя, конечно, иного не была бы собой, если бы не попыталась срубить с новичков, которые, вероятно, туда пойдут как можно больше бабла, и поэтому решила открыть бесплатный трансфер на шиит не сразу. А через 2-3 недели после старта, и очереди на элькардио остались до сих пор. Так почему же Мэйн сейчас пользуется большим спросом, чем две другие версии L2? И начнём с того, что в нём от классической линейки осталось больше, чем в самой так называемой классике. Фулл баф и банки, восполняющие здоровье на Олимпиаде. Только этого достаточно, чтобы щипцами раскалёнными в пламени горящих пуканов-алтфагов, выдрать слово классика из названия данной версии игры. На Мэйне Слава по Адрио ничего подобного не добавляли на Олимпиаду, только сделали её межсерверной и разделили тамошние поединки на три коротких раунда вместо одного длинного. И автоохота вещь в принципе неплохая, ведь благодаря ей даже игроки, которые не в силах вкладывать в линейку по многу времени или денег, могут потихоньку развивать персонажа. Но для классики она противоестественна, ведь во времена в которые эта версия L2 якобы должна нас вернуть, за любую автоматизацию игрового процесса нещадно банили. А разработчиков эссенции Глад Валакас что ли покусал? Комбо сеты серьёзно? На эссенции помимо изуродованной Олимпиады присутствует огромное количество других крайне спорных решений, но её хотя бы не пытаются пропихнуть алтфагом, апеллируя к чувство ностальгии. На классике без кучи окон делать нечего, на эссенции комфортная игра в соло, но групповой контент полумёртв. На Мэйне же в этом плане соблюдён некий баланс. Там можно без всяких мучений играть в соло и в одно окно любыми классами, в том числе и суппортами. Но вместе с тем и мотивация собираться в группы осталась. На классике становится всё больше доната, но при этом и обязательная подписка никуда не девается. А про эссенцию я вообще молчу. Всевозможных плюшек из игрового магазина там не меньше, если не больше, чем на основной версии. И вдобавок они ещё и привязываются к персонажу или аккаунту, что лишает возможности распродаться или хотя бы использовать их на другом окне. Просто деньги на ветер. На Мэйне же большая часть буста спокойно передаётся, продаётся и покупается, если конечно не вставлять в предметы камни духа. И мало того из оружия за небольшую плату можно извлекать особые свойства с сохранением кристалла души. И даже при удалении татуировок новый вид красок возвращается в стопроцентном объёме. Правда некоторые талисманы передаются только в запечатанном виде, но полностью привязанных к персонажу вещей единицы. При смене класса в основном придётся пожертвовать только аденами, потраченными на заточку скиллов и умения забытой силы. А сколько средств из игроков вытягивает система Виталити на эссенции? Не так давно и на основную версию игры пытались пропихнуть огромные штрафы за отсутствие энергии, но после бунта остался только один на минус 50% к количеству получаемых аден, который не действует при наличии премиум аккаунта. И если вы думаете, что хоть покровительство Сайхи подпортило ПВЕ контент на эссенции, но зато с ПВП активностями там всё в порядке, то вас опять ждут плохие новости. Воскрешение персонажа, особенно если вы часто умираете, обойдётся вам в копеечку, что конкретно отбивает желание воевать с другими игроками. А вот на основной версии благословенные свитки воскрешения недорогие и общедоступные, к тому же реснуть вас без потери опыта там могут не только целители, но и баферы. Порог входа на мейн становится всё ниже. Например, во время недавней акции цена на оружие драконов для не слишком популярных классов опустилась вообще до смехотворных значений. Кстати, комиссионная торговля это ещё один из важных плюсов основной версии. Чтобы продать большую часть предметов на втором окне не понадобится садить гнома. А на заточке ивентовых посохов множество игроков сделало из нескольких миллиардов аден несколько сотен миллиардов. Так что сейчас где-то за полгода активной игры почти не тратя рубли можно собрать довольно крепкого персонажа, который без проблем даст отпор какому-нибудь ленивому донатеру кликающему скиллы мышкой. До сотого уровня вас проведут за ручку по квестам и выдадут набор эр-шмота. С этого момента на танке или тире уже можно будет работать водил и получая очень хорошие для новичка деньги. Не забудьте на 85 уровне выучить умение откровения у монаха хаоса в гробнице духа. Телепортация туда происходит из деревни говорящего острова. Для пвп обычно берут дикость и оковы урагана, которые в сочетании со взглядом мага, орлом берсерка или наведением стражника будут давать по 10% физ маг атаки. А для пвп бешеное ускорение и стойкость бессмертия. А дальше вас будет ждать довольно длинная цепочка заданий на почетное дворянство, за которую вы получите еще более крутую экипировку. А также несколько полезных пассивных и активных способностей. И сможете самостоятельно на двойном классе фармить карте у Валока и Спикулу, если надоест работать водилой. С босса в карте и снова выпадает Эльсиум, и на заход в нее, так же как и на Спикулу, нужно всего два тела. А вот на Валока 14, но камни рун, которые сыпятся с него сейчас, стоят бешеных денег. Для прохождения этих подземелий в соло в экипировке почета лучше всего подходит Титан, Аватар или Владыка Теней. Двойной класс, кстати, теперь берется только на 105 уровне, а подклассов больше нет. Также можно заняться выкачиванием учеников до 105 уровня на продажу. Этот способ заработка не потребует от вас много времени в отличие от первых двух, ведь на Мэйне тоже есть автоохота. Правда в своем старом виде, макросы зацикливать можно, а вот атакующие умения нет. Выкачивать на продажу лучше всего Повелителей Бури, при помощи мано-щита и массового оглушения от взрыва стихии они могут даже в шмоте Полины стоять в соло в заброшенном руднике. Благодаря данной сессионной зоне 105 уровень сейчас берется довольно быстро, а наставники, чтобы заточить серегу Атласа, хорошо платят своим ученикам. И это далеко не все способы фарма, просто не забывайте, что игра на Руофе это марафон, а не спринт. Некоторые алтфаги почему-то думают, что после введения подземелий на Мэйн, игровой открытый мир опустел. На самом же деле на основной версии так же как и на эссенции в большинстве локаций яблоку негде упасть, а противникам автоохоты, которые любят говорить, мол, неважно сколько персонажей бегает вокруг. Ведь все они боты и открытый мир в любом случае мертв, можно посоветовать кого-нибудь слить или встать на занятый спот, а потом наблюдать за тем, как вечер перестает быть томным. И пусть вас не пугают новые способности и механики классов. В текущем обновлении всем воинам тира подняли мощность и силу критических ударов умений, теперь они нарезают лучше чем во времена интерлюдии, и самым перспективным из них является мастер. А разбойникам выдали бессмертие под максимальным уклонением, тоже чуть-чуть повысили мощность способностей, сейчас вероятно у них самый большой урон в игре по одной цели. Хоть все профессии на Мэйне претерпели множество изменений, они остались узнаваемы. Олдфаги быстро разберутся во всех тонкостях и поймут, что играть стало только интереснее. К тому же по сравнению с двумя другими версиями линейки на Мэйне больше контента. Появилось два новых класса, довольно нескучных и сильных в некоторых аспектах игры. Громовержцы Сайхи заняли все призовые места на прошлом PvP турнире. А заступник Сайхи 105 уровня в квестовой экипировке может проходить 120-ю кастю. Также помимо Олимпиады есть фестиваль хаоса, который кстати ввели еще до того, как королевские битвы стали популярны, а в дополнение к осадам замков можно сражаться за крепости. И по вечерам происходят события, связанные с проклятыми мечами и болотом криков. И не так давно появилось несколько злачных сессионных зон, в них очень хороший качи фарм. В день бесплатно туда пускают только на один час. Но что мешает собрать передающийся буст и забить аккаунт твинками? В общем, если уж вы решили ворваться на ров, то я рекомендую выбрать именно основную версию, не стоит относиться к ней предвзято. Из трех сортов говна тот, который ешь ты самый вкусный, да? Да. Ссылки на мой канал и сайт игры в описании. До новых встреч!